Привет! Давай, сейчас. Этого робота зовут Ёша. Его родители – студенты компьютерного колледжа ХПИ. На разработку ушло около полугода, но пока не всё готово. Нужно ещё надеть кожу и научить робота разговаривать. Сейчас Ёша с удовольствием обнимается и здоровается со школьниками. Это его любимое занятие – обниматься и фотографироваться. Передвигаться вперёд-назад, разворачиваться, двигать головой влево-вправо, двигать руками. У него в каждой руке пять степеней свободы, анатомические пальцы. То есть он может двигать с каждым пальцем. На ярмарке от каждого учебного заведения по палатке. Если кулинарный колледж готовят блины и угощают, представители сферы услуг учат правильно наносить макияж. И абитуриенты сразу могут понять, чем будут заниматься после получения квалификации. Такая ярмарка проводится уже седьмой год подряд. В этот раз фавориты – профессионально-технические училища. Не все поступают в высшие учебные заведения. И страна не может существовать, не может развиваться промышленность без квалифицированных рабочих, без квалифицированных сварщиков, водителей, кондитеров и так далее. Поэтому мы и обратили внимание на эту категорию учебных заведений. Определиться с будущей профессией на выставке образования слабожанщину можно до 4 апреля. Вход свободный с 10 утра и до 17 часов. Ирина Антонюк, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».